Ну что, мы записываем, сейчас еще три минуты, мы подождем и после этого мы начнем нашу зум-конференцию. Ну а второй Песах, Миша отмечает в Израиле? Второй Песах. У нас в Израиле отмечают все. Третий, четвертый. Третий, четвертый день. Мои праздники отмечаем и чужие, вы понимаете. Есть второй Песах. Через месяц после Песаха. Ладно, друзья мои, я через пару минут подключусь. Хорошо. Хорошо, Миша должен что-то сделать. Да, братья. Добавились там братья у вас с украинской церкви? Вы меня спрашиваете? Да. Да, у нас в нашей церкви, я сейчас скажу так, где-то, я не знаю, семей, наверное, 28, где-то около 30. Хорошо, вы приросли. Ну, я не знаю, задерживаются они здесь или нет. Некоторые ищут другие возможности. Вот жила одна семья, улетели прошлую неделю в Канаду. Все сильно, у них там родственники сильно хотели туда, летели в Канаду. Некоторые ищут другие тут связи. Кто задержится, кто-то может и назад поедет. Не знаю, как у них будет на сердце. Вот такая вот обстановка. Не знаю. Ну что, друзья, давайте начнем нашу зум-конференцию. Вот раз Борис Худряшов у нас в сети, мы его видим. Мы попросим его попросить благословения начать нашу конференцию. Отец, в этот вечер мы склоняемся пред Тобою, пред Твоим величием и славой Твоей. Благодарим, что Ты дал нам эту чудесную возможность иметь зум-конференцию. И Ты вдохновляешь. Благослови брата, который будет рассказывать то, что Ты положил его на сердце, и нас, слушающих, чтобы мы принимали и растворяли это верою. Да будет имя Твое благословенно прославлено во веки веков, наш Бог. Аминь. 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 Итак, друзья, у нас конференция, которая имеет такое название «Истинное лицо христианин». Спасибо Володе Шельскому, который сделал такое атрактивное приглашение. «Лицо с вопросом». Вот очень такой интересный замысел. Вот «Истинное лицо христианин». Иногда я слушаю Хазанова, у него есть интересные вещи на эту тему. Как он всегда на евреях говорит, лицо еврейской национальности. Вот, говорит, есть у нас, говорит, одно лицо. Так, говорит, хочется этому лицу, говорит, ну не за что. Вот, но я не буду уходить от темы. По сути, друзья мои, когда человек приходит в церковь и говорит, что я христианин, мы его всегда принимаем. Как родного, брата. Но, к сожалению, не всегда все, кто приходит в церковь, церковь является частью церкви. Как часто мы ставим елку, но не все те игрушки, которые мы вешаем, они только украшают елку, но не являются ее частью. Поэтому эта тема, она крайне важна, чтобы мы в первую очередь могли задать вопрос себе, действительно ли я являюсь христианским лицом. Действительно ли я являюсь христианином. Вот, это первое, что мы должны делать. И второе, чтобы мы смотрели, знаете, как пророк Самуил, Бог ему говорит, смотри не на лицо, а на что? На сердце, помните, когда он выбирал Давида? А вот, тут мы с братом Андреем Кудряшовым начали разговор за грибы. Я знаю, какой хороший стих, я думаю, я начну, это будет как вступление. Березовик душистый, белый гриб грибов король. Где-то в рощах, в травах мшистых, ищешь их, исчезли что ли? А высокий длинноногий несъедобный мухомор у тропинки у дороги, рви меня, глядит в упор. Так и водится на свете, кто полезен и умен, тот не очень-то приметен, на глаза не лезет. А другие, те напротив, встанут выше на дырку. Вы такого обойдете, вы ведь знаете, грибов. Ну, все, вам слово, брат Леонардо. Спасибо, что вы отозвались, пришли к нам на встречу, нашу миссию МБО, Международное библейско-апологическое объединение. И тема, которую вы хотите затронуть, она очень важна. А вот, и это тема, которая касается как учения апологетики, так и поведения верующего, те верующие принципы, которые мы, как верующие христиане, должны соблюдать. Пожалуйста, вам слово. Да, дорогие братья и сестры, в нашем общении я вижу, я думаю, эта тема, она всю жизнь сопровождает верующего человека. Ну, не только верующего, всех людей. Все хотят показать свое доброе лицо. Как говорится, не упасть лицом в грязь. Такое выражение нам тоже знакомо. Истинное лицо христианина. Я думаю, что мы сегодня можем затронуть эту тему и вот сферы, которые касаются нас, может быть, практически каждого. Мы поговорим не о выражении лица именно, но хотя оно часто выдает наше внутреннее состояние. Поэтому, хотим или нет, мы где-то об этом также поговорим и затронем эти моменты в нашей жизни. Знаете, уже в самом начале Слова Божия, в Старом Завете, вот Бытие, 4 глава, 6 стих, мы находим вот эти вот слова, которые как вот высказывают предостережение. И вот там уже говорится о лице. Когда Бог обращается к Каину, он говорит, отчего поникло лицо твое. То есть, состояние, которое имел Каин в сердце своем, оно, видимо, уже его лицо об этом говорило. Оно его выдавало. Вот это недовольствие и соперничество и так далее. Можно много здесь перечислять. Но я думаю, вот этот момент, он тут был очень такой ясным. И Бог ему прямо показывает, что смотри, почему, что происходит у тебя внутри, что даже, можно своими словами сказать, твоя внешность выдает твое недовольствие, твое ненормальное состояние. Дело в том, что люди способны очень часто и христиане спрятать свое внутреннее состояние, выдавая себя совсем другим человеком. И я должен сказать, да, часто и христиане порой бывают, являются людьми, которые часто маску носят. Надо сегодня признать это и говорить об этом, то, что оно есть в нашей жизни или присутствует также и у верующего человека. Почему и как, мы об этом немножечко поговорим. Некоторые вот не показывают внутреннее свое состояние, как-то наружу продают себя иначе, чтобы, как говорится, есть такое выражение, чтобы не упасть лицом в грязь, да. Это, думаю, нам знакомо. Но вот слово Божие учит нас, чтобы мы, как верующие люди, вот христиане, истинно имели общение друг с другом и с Богом, не было лицемерия, потому что здесь лицемерие, оно недопустимо в истинных отношениях с Богом и друг с другом. Это необходимо, это важно, об этом говорит Слово Божие, даже вот если при общении друг с другом мы вот читаем Римлянам 12 глава, она очень обширная глава, где вот апостол Павел старается как-то объяснить, показать, как мы должны общаться друг с другом и видеть друг друга и, как говорится, помогать друг другу. Где он говорит в 15 стихе, что радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Ну вот оно действительно, мы не должны быть хамелеонами, что вот тут я вышел, брата встретил, у него какая-то радость, посмеялся, тут рядом сестра, горе какое-то, и я заплакал. Не прыгать, как говорится, и быть таким артистом, к этому не призывает нас, но в то же время, чтобы мы могли действительно понять и увидеть радость брата или сестры и вместе порадоваться, чтобы действительно они могли видеть, что мы радуемся вместе. И также плачем, печаль у кого-то, может быть, чтобы она действительно была и моей печалью, и моей молитвой. Вот как обращаться с этим чувством и также действительно бывает, знаете, я думаю, что не исключение, когда вот как-то даже ненависть какая-то бывает в сердце. И, может быть, даже вот замечая, как у детей, они не так скрывают, как взрослые. У них можно даже и зло часто заметить. Вот смотрю на внуков, там какая-то ситуация, видно как-то вот гнев такой даже в сердце. Ну, приходится говорить и объяснить, вроде налаживают быстрее, вроде играют, имеют понимание. И даже после смотришь какое-то чувство у взрослых, конечно, как-то оно более скрывается, более поддельным бывает и не истинным. А мы как раз хотим сегодня поговорить об этом истинном состоянии человека, когда человек может в церкви быть в приятном общении. Когда действительно можешь друг другу, как брату и сестре, открыться, довериться, попросить, чтобы помолились, открывать друг другу слабости. В наше время сегодня это все меньше, потому что люди не стали друг другу доверять и верующие. Потому что вот я открою свою нужду, а кто-то скажет, вот видишь, и так далее. Немножко вот эта вот истина, она смещается, как говорится, и имеет другой фокус. Хотел бы сегодня нас действительно призвать и себя для того, чтобы вот эта истина оставалась истиной. И чтобы мы истинно с ней обходились. То есть правильно, чтобы наше лицо было истинным к брату, к сестре и так далее. Я вот вспоминаю такую ситуацию одну. Как-то однажды был я в приемной у врача, и там вот комната ожидания, значит, где надо ожидать, пока зайти к врачу. И вот сидит в приемной, значит, девушка, и она принимает там звонки, кто позвонит и так далее. И раз звонок, она, значит, берет трубочку и таким приятным, таким голосом говорит, ах, да, я же узнала вас, Анна Ивановна, конечно, да что вы. Там столько любви, столько сладости высказывается, аж уже чуть-чуть приторно слышится это. Столько лезть и говориться, ну, кончила разговор, положила. Фух, достала меня уже эта бабка, говорит своей там другой. Ситуация до того, так вот выражена в такой маске, так сладко, так, что действительно другой там подумает. Вот это вот приятный человек, а на самом деле это просто отдало должное, так как врач требует хорошего спроса, чтобы были люди и слышали положительные ответы и так далее. И вот это приходится людям так играть, но дело в том, что это их работа и так далее, им как-то они хотят продать себя дороже, чем есть. Но вот у верующих, у людей, у христиан истина, она должна быть простой, доступной и приятной. И это часто даже наше лицо выражает. Знаете, у христианина не должно быть маски фарисея. Вот заслужение, глядываясь назад, я часто видел и себя порой на такой мысли ловил. Нам знакомо-то это выражение, когда мы говорим, ох, он как фарисей, или вот этот брат фарисей, или там он как Иуда. Это уже не верующий больше, конечно, говорят, чем верующие. Или там поступает как хамелеон и так далее. Эти выражения нам не чужды, а поведение, почему эти слова говорят люди? Потому что знают, что не стыкуется, какая-то нестыковочка происходит, когда люди говорят одно, делают другое. И вот такая ситуация. Насколько склонен христианин иметь, или насколько способен христианин иметь эти качества? Да, часто сатане удается, чтобы действительно мы, верующие люди, как-то боимся, что вдруг узнают, а тут я, кажется, негативное явление произошло какое-то в моей жизни. Или я неправильно поступил, нам очень-очень тяжело признать, и мы часто начинаем тогда наше доброе лицо искусственно формировать, как говорится, в церкви, дома. Вы знаете, а вот апостол Павел Коринфянам пишет в третьей главе, вот второй-третий стих, нам тоже это знакомо очень выражение, когда апостол Павел говорит, вы письмо Христово, и где он благодарение ставит всеми читаемое, всеми людьми читаемое. То есть, не только в церкви, то есть, читают нас дома дети наши, мы там долго не сможем быть артистами дома, дети вычислят нас, не пройдет много времени, когда дети действительно скажут, папа вот такой, так поступает, или мама. Это мы можем скрывать где-то и так далее, но все равно рано или поздно вычисляется человек, когда он не честен или имеет двоякое лицо, дома быстро вычисляют супруга или муж, когда делаются вещи, которые не истинные, не искренние. На работе так же самое с коллегами, бывают у верующих даже такие ситуации, когда вдруг происходит что-то. Ну, это и даже в церкви, теперь мы коснемся ситуации в церкви, когда мы имеем лицо дома одно, с соседями, с детьми, может быть, и с близкими, с родственниками, приходим в церковь, мы чуть-чуть другие люди. У нас лицо, как говорится, иное, и общение такое, разговоры могут быть другими. Знаете, у истинного человека, он даже не заметив какую-то ошибку, ему могут поправить его, как-то обличить, он скажет, ты смотри, да, я вот тут вот не пободрствовал. Но есть люди, они очень так щепетильно бодрствуют, чтобы не увидели истинную ошибку. Знаете, мне нравится одно выражение как-то одной сестры. Это, между прочим, действительно такая ситуация была. Сестра, жена пастора церкви говорит ему, слушай, дорогой, знаешь, я бы хотела, чтобы мы наш дом поменяли на квартиру в молитвенном доме, в церкви. Он говорит, а в чем дело, у нас такой дом просторный, мы же живем так, а что там в церкви, это трехкомнатная квартирка, где живет домоуправитель и так далее. Она говорит, давай мы с ним поменяем. Не пойму, в чем дело. Она говорит, ты знаешь, когда ты в церкви, ты такой добрый, ко мне, к детям, ты такой культурный, у тебя столько хороших слов, все. Как мы приходим домой, ты меняешься, у тебя вдруг совсем другое лицо, у тебя другие разговоры, у тебя другие отношения, все. Я бы хотела, чтобы мы жили в церкви. Давай мы там будем жить, чтобы ты был таким, какой ты там есть. Пришлось брату действительно задуматься. В церкви я один, я пастор, прихожу домой, у меня тут совсем другие разговоры. Но это действительно из жизни взятый такой кусочек, когда действительно наше истинное лицо все-таки не соответствует тому, за кого мы себя выдаем. И это печально, если это индикатор совести, стыд, страх, когда Дух Святой хочет проявить себя, но мы вот эти вот человеческие качества ставим впереди. А потом уже как-то и заглушаем действия Духа Святого. Я не говорю, что теряем, но мы как-то заглушаем, потому что наше, мы ставим вперед вот эту заграду, и тогда нам тяжелее просто быть открытыми, честными и истинными. И лицо наше тогда действительно часто является не радостным, а вот каким-то озабоченным, печальным. Надо как-то ситуацию подстраивать или себя под ситуацию подстраивать. Знаете, вот это выражение, нам, думаю, тоже всем знакомым. Я чуть от стыда не сгорела. Да, когда действительно человек, проверяя себя, видит, что он так, вот это качество, которое в нем проявилось, ему стыдно. Мы говорим даже, я готов под землю бы провалиться. Вот такие чувства, когда есть, тогда надо действительно подумать, Господи, где загвоздка, почему в моей жизни вот нету такого простого истинного отношения, где мое лицо не стыдится посмотреть в глаза брату, сестре, кто бы это ни был, какая бы ситуация ни была, оно должно быть простым. Мы видим вот это предупреждение, которое часто в мире есть. Вот наставляют ребенка, ты смотри, не потеряй лица своего, чтобы ты себя проявил достойно, не опозорь нашу семью и так далее. Мы часто видим эти качества растут, которые в мире ценятся и как-то вот этим обрастают мирскими действиями, чтобы как-то выглядеть неплохо и так далее. Но Слово Божие учит нас совсем по-другому, чтобы мы действительно жили так, чтобы даже какое-то негативное качество, которое заметит мой брат или моя сестра и скажет, чтобы я мог подумать и сказать, действительно, слушай, я уже совсем не обращал на это внимания. Хорошо, когда мы действительно вот так вот можем жить, чтобы мы действительно не имели какие-то искусственные слезы, чтобы наша боль, она действительно понималась и мы понимали боль, печаль других. И тогда мы действительно сможем радость и участие иметь в общении друг с другом бесхитростно, ненаигранно, просто истинно быть. Вот Слово Божие их сам Христос показал, действительно оставил нам пример, мы видим, что у Христа даже были моменты, когда действительно здесь он и плакал, и где лик Христа был очень-очень печальным. Есть вот эти вот моменты, когда мы должны действительно о печальных моментах как-то задуматься о тех, которые нас действительно приближают к Господу, чтобы мы их в себе возрастали, чтобы они действительно находили место. Знаете, вот я помню свидетельство сестры, когда как-то такая простая обстановка, я думаю, она нам встречается в одной или другой форме каждому человеку, где-то больше, где-то меньше. Но мы проявляем себя по отношению к нашим детям и наоборот, вот эти вот все общения, которые происходят в церкви и, как я уже сказал, во всех сферах нашей жизни. И знаете, вот сестра говорит, это еще было то советское время, я помню, и она как-то вот так вот засвидетельствовала, говорит, знаете, меня в школу вызвал директор, и они верующая семья, у них были дети, и мальчик учился в четвертом классе, и так немножко его лик был поникшим. И говорит, да, мама, директор сказал, чтобы ты пришла в школу. Ну, не говорит, в чем причина. Ну, она говорит, я прихожу в школу, директор говорит, ну, заходите. Ну, что вам могу сказать? Я не знаю, чем вы там церкви занимаетесь, чему вы учите, но я вижу уже плоды. Ваш сынок курит, нехорошо себя ведет. Она так смотрит, говорит, не знаю, чем вы там. Вроде показываете себя такими скромненькими, но смотрю, дети с четвертого класса уже занимаются такими делами. Это нехорошо. Ну, немножко постыдил ее, она говорит, мне было очень стыдно. Я, говорит, кое-как сдерживала слезы. Пришла домой, говорит, конечно, сынок увидел, что мне было больно, неприятно. У меня были слезы, я плакала, молилась, потому что директора были такие основания. И так еще сказал, чему вы учите, и ваша церковь, видимо, этому способствует, что вот такие люди у вас там находятся с детства уже хуже, чем другие и так далее. Она говорит, проходит три года. Проходит три года, сынок уже в седьмом классе, и как-то так же опять вызывают школу. Вызывают школу, директор, и она говорит, я подхожу к сынку, говорю, но он вроде себя хорошо ведет, наоборот, стал таким послушным, отзывчивым и так далее. Мне, говорит, немножко тревожно стало на сердце, опять вызывают. Я говорю, сынок, что мне, придется опять краснеть? Он, говорит, меня смотрит прямо в глаза и говорит, мама, не знаю, но я точно знаю, что сегодня ты за меня не будешь краснеть. Я на его смотрю, говорю, но почему вызывает? Не знаю, мам, но я знаю, что ты за меня не будешь краснеть. Этот ребенок был уверен, что его действия открытые, и не знаю, что там за причина. Ну, во всяком случае, приходит в школу опять, и директор говорит, заходите. Ну, что я вам могу сказать? Печально с вашим сыном. Нехорошо себя ведет. Она говорит, мне сердце начало обрываться. Учителю перечит, учитель объясняет эволюцию и так далее. Он начинает спорить, говорит, нет, я не согласен с этим. Нас создал Бог, человека создал Бог, а то, что вы говорите, это нет, я верю, что как вот Бог создал нас, я не признаю такое, что вы говорите. Что-то, говорит, он перечит учителю, семиклассник, как это так? Чему вы его там учите? Чем вы там занимаетесь? Чтобы не признавать школу, директора. Она говорит, я так посмотрела. У меня, говорит, даже слезинка на глазах появилась, но не печальник. Я вспомнила слова сына, когда я уходила. Мама, ты за меня сегодня не будешь троснеть. Он был уверен, что его действия правильные, что он истинно поступает. И действительно мама сказала, да, я пришла домой, говорит, сынок, давай помолимся, пусть Бог тебе дать с мудрости, как поступать в школе, чтобы ты был. Это отношения мальчика с мамой были открытые теперь истинные. И даже были слезы, но это слезы, которые понимают друг друга, когда действительно он сказал, мама, сегодня не будешь краснеть. И я думаю, вот такие ситуации, это просто жизненная ситуация, когда мы истинное лицо, истинное лицо христианина. Это когда истина, слова и действия сочетаются. Когда, если я могу ответить за свои поступки, за свои слова, за свои действия и даже за свои мысли, которые, может быть, кто-то и не заметил, но я знаю, что это я перед Господом говорю истинно, как апостол Павел говорит. Истинно говорю, да, не надо нам верующим, как часто люди, поклянись матерью, поклянись тем, не надо ничем клясться, нам надо просто быть истинными людьми, чтобы действительно это прекрасное, неподкупное, чистое состояние, которое можно прочесть у возрожденного христианина. Когда действительно люди могут сказать, да, я знаю, то, что он говорит, оно сочетается с тем, что он делает. И если даже мы допускаем ошибки, чтобы действительно мир увидел, что мы письмо Христово, там не сказано, что вы идеальное письмо. Там не сказано, что это письмо, которое всех ошарашит и все скажут, ух ты! Нет, это просто истинное состояние, которое признает свое и падение, и милость Господа. И то же самое, если мы находимся даже на высоте с Господом, мы не гордимся, мы знаем, что Господь все во всем. И вот мы видим, что истинное состояние хорошо сердце или лица описывается также в Старом Завете. Много-много можно примеров, просто мне было интересно, вот теперь, как мы поступаем, чтобы действительно эта истина видна была. Христианин не избегает трудностей, и христианин не избегает, где ему надо, может быть, сказать правду, где ее может быть даже. И здесь бы лучше не сказать, промолчать. Вот знаете, пророк Нафан приходит к Давиду и говорит ему ситуацию, что происходит с Давидом. Мы знаем всю эту историю, когда он согрешил, и он упрямо дает намек, Давид, ты грешник. Потом открывает эту картину и говорит, ты, Давид, согрешил. Ты один грех старался уже другим прикрыть, чтобы все закрылось. Этим не закроешь, этим только усложнишь свое внутреннее состояние. И мы видим, что царь Давид, проверяя свое состояние, был опечален, не знал, что делать, искал лица Господа. Второй Саул, который также царь, к нему также приходит пророк и также ему говорит, что Саул, в чем дело, что я слышу там в стойлах, что происходит. Этот царь старается объяснить, ничего страшного, это все прекрасно, что я сделал. Он говорит, нет, ты не послушался Бога. Он старается объяснить свою ситуацию, что это все хорошо, что я делаю, оправдывается. Но Самуил ему говорит, нет, что он делает, ну ты тогда, пожалуйста, перед людьми, пожалуйста, почти меня, то есть, чтобы я мое лицо не потерял. Один ищет лица Бога, а другой ищет, как не потерять свое лицо. Вот эта вот болезнь, она как-то внедряется даже в ряды христиан, когда один ищет, действительно, когда какое-то вот состояние, оно неприятное, то тут действительно надо искать лица Господа, чтобы вот это истинное отношение с Богом, друг с другом не затмилось, не ушло на дистанцию, а чтобы действительно вот это вот общение с Богом было крепче и нужнее и важнее. А если это будет действительно искание, чтобы не потерять свое лицо, все-таки я вот это служение несу, или я то ее здесь, здесь как-то надо с этим обойтись. Да, если мы допускаем такую мысль, то исчезает со временем радость, у нас какая-то автоматическая такая направленность к тому, что я делаю, это все правильно, и почему тут видят недостатки, человек становится даже не радостным, это видно через его действия и лицо его, продает, как там сказано о Кайне. И когда человек вот в этом, как говорится, все ниже и ниже опускается, и когда он погряз, он старается искать выхода, и вот эта истина исчезает, и остается маска у христианина. Не должно такое быть, не должно такое допускаться. Человек, который пережил общение с Господом, как апостол Павел, и как каждый, кто пережил это общение, возрожденный человек, он ищет этого общения, он видит, в каких бы условиях он ни находился, он видит нужду, он видит болезнь, он понимает, что такое война, он понимает, как быть с тем, кто в горе, он знает, что нужно ему протянуть руку, а не сказать, да, так ему и надо, или сами заслужили, так пусть с вами и поступают. Нет, человек, который имеет отношение с Господом, общение, он истинно видит нужду, как бы это ни выглядело, как бы по-человечески это ни оправдывалось, он видит то, что Бог ему открывает, потому что это истина. Он принимает участие в скорби, в нужде, он не проходит мимо, увидев, может быть, даже осудив или оправдавшись, это часто мы даже со Старого Завета примерами имеем, так же и в Новом Завете. Он называет все вещи своими именами, это истинный христианин, его лицо в этот момент не меняется, он не становится фарисеем, если он истинное общение с Богом имеет, он не может это обойти, ему надо принять участие, а какое участие тут Бог открывает. Он может извиниться, если он неправильно поступил, он может защититься, если даже все осудят. Это истинное отношение. Я вспоминаю одну ситуацию, как-то мы были в поездке в Миссионерской с братьями, долго мы уже в пути были, пару недель, и приехали в одну церковь, и перед собранием подходит одна сестра и говорит, так, братья, я слышала, вы в поездке столько находились, потому что брат рассказал, у нас поездка длинная, мы порой и 3-4 дня не мылись, как говорится, надо было дальше ехать, ночами ехали, днем служили. Она подходит и говорит, братья, так, у вас там есть нижнее белье, вы, пожалуйста, мне всегда все в мешок принесите и положите, я постираю вам отдам. Смотрю на ее, думаю, она говорит, разговоров нет, принесите все и положите, я это сделаю, а потом я говорю, мы уже попозже ночью к ночи уедем, мы нам ехать на служение в другой город. Она говорит, ну все прекрасно, я все сделаю, муж потом вам перед два, сколько вы уезжаете, муж привезет. Она исключила все дискуссии, все разговоры, все обрадания, ей только надо было знать, сколько у нее есть времени, чтобы сделать вот эту работу. Знаете, казалось бы, какая-то неважная, ненужная работа, спеть, проведывать и так далее. Это увидят, услышат. Она это сделала так, чтобы никто не увидел, не услышал, но она потребовала даже, дайте я это сделаю. И вы знаете, вот из того общения, мне почему-то вот это вот и осталось в памяти. И если я бы сегодня увидел, я бы с радостью эту сестру встретил. Я один раз в жизни видел и вот такое пережил. Открытое, простое отношение, оно очень важно и нужно также у христиан между собой, в общении, в разговорах, чтобы действительно вот эта истина выливалась из нас, чтобы не какая-то хитрость или еще что-то, где мы не допускали места, не давали бы, но где-то, может быть, нужно проявить себя, помочь, где-то послужить, где-то засвидетельствовать. И вот эта вот сестра осталась. Почему я так говорю? И вот такие моменты в жизни, они набираются. Мы должны быть истинными свидетелями Христовыми. Знаете, вот если мы смотрим, как я уже начал с Кайна сегодня, где Бог сказал ему, что от чего поникло лицо твое, вот казалось бы, опыт уже библейский, жизненный, семейный, все сферы жизни, которые мы пережили, у нас уже столько опыта есть у всех. Казалось бы, на сегодняшний день уже такие чувства или такое лицо, как у Кайна, ни у кого не должно быть, потому что мы уже знаем, что это все негативное. Мы знаем, что это все нехорошо, что так поступать это неправильно, нехорошо. И не акцептируем сами такие поступки. Но почему-то в жизни Кайна становится все больше и больше, а Авеля сегодня почти не найти. Почему? Потому что действительно вот эта истина, она уходит, когда мы действительно подмениваем это чем-то другим. И если один поступок опрометчивость или грех совершили, мы его прячем и другим, может быть, грехом еще закрываем, чтобы никто не увидел. И тогда печально лицо наше, тогда мы не имеем простого, действительно, такого общения друг с другом. И чтобы люди мира сего могли увидеть, не только в церкви, нет, не только в семье, нет, везде, где бы мы ни были, чтобы действительно могли сказать, слушай, интересный этот человек. Вот одним примером я бы хотел эту тему немножко округлить, чтобы потом нам как-то в диалогу перейти. Как-то еще в прошлые времена в тюрьму, когда уже было как-то немножко свободнее, вот это времена перестройки в тюрьмах, где разрешили уже были проводить такие молитвенные группки. И вот в тюрьму приходит один человек и спрашивает, слушай, что там вот за группка такая появилась, верующими себя зовут, что это за люди? У майора спрашивает один, говорит, что они вообще за люди, что они себя представляют, эти люди? Он говорит, да ты скоро узнаешь. Типа того, что не надо много рассказывать, ты скоро узнаешь. Он говорит, ну как узнаешь? Ну что, нельзя о них ничего сказать, что ли? Он говорит, ну как? Они говорят, не пьют, не курят, не ругаются. Ну, сейчас что-то нового. Ну, наша религия, я тоже, у нас тоже учим, чтобы люди не пурили, не пили, были честные. Ну, то же самое. В чем дело? Где их не приоритет? Он говорит, ты знаешь, они даже не противятся выполнять низкую, ничтожную работу. Их заставляешь, они делают. Он говорит, слушай, тут, конечно, надо подумать, надо то, что все-таки справедливо. Тут мы уже, говорит, не совсем согласимся с такой ситуацией. Он говорит, ты знаешь, они ради Христа готовы умереть. Он говорит, ух ты, сильная религия, да? Тут не каждый согласится, говорит, с нашей. Это все еще идет диалог о религии. О религии все идет. Религиозные люди часто продают свое и лицо за положительные, могут столько действий показать и, как говорится, рекламу религиозную сделать и так далее. Но потом еще один момент он ему называет. Слушай, они собираются вместе и в молитве радость получают. Вот это, говорит, я бы хотел увидеть. Что это они там приобретают? Знаете, это свидетельство того брата, который потом через три месяца покаялся. И когда покаялся в этой группе, он приходит в лагерь, заходит, и вот там вот эти кореша, и он один из таких блатных там был. И они ему говорят, слушай, ты что, укололся? Она говорит, почему? Ты такой радостный, ты такой довольный, что у тебя там произошло? Ты, наверное, вширнулся. Он говорит, нет, я был на молитвенном общении. Не пойму. Он говорит, и я понял. Не поймешь, пока не переживешь. Пока не поймешь, что в сердце твоем новая жизнь. И Христос хочет, чтобы вот это лицо было действительно истинным, открытым в нужде, в радости, в горести. Чтобы действительно в церкви, вот когда проявляются эти общения, тогда действительно могут сказать, слушай, что-то там не то. А как понять? Надо Христа встретить. И вот люди, которые пережили, возрожденные, они должны бодрствовать над этим состоянием, не религиозно себя обрабатывать, а иметь вот это общение с Господом, которое дает радость даже в таких ситуациях, когда не понимают люди, но со временем поймут и увидят. Дай Бог каждому из нас действительно иметь истинное лицо, когда сейчас мы же переживаем такие моменты жизни, когда часто не понимаем уже друг друга, осуждаем друг друга. Происходят моменты. Я говорю, даже прямо в данный момент происходит война, и каждый ищет аргументы. Да нет, давайте не искать аргументы, а искать того, чтобы действительно увидеть, где я могу помочь, где я должен увидеть скорбь, где я могу проявить заботу, где я могу заглянуть брату в глаза и сказать, брат, дорогой, как я могу быть тебе полезным, чтобы действительно общение христиан, возрожденных здесь, на этой земле, не было как-то разорвано какими-то земными ситуациями, но чтобы мы могли правильно также называть вещи своими именами, что есть где горе, где есть несправедливость, она должна быть названа, что да, сегодня страдают дети твои, но мы дети все, где бы мы ни жили. Сегодня мы вначале сказали, один с Израиля, другой с США, с Россией, с Германией, Белоруссией, мы все дети Божьи, и наше мышление должно быть открытым, истинным, приятным друг другу, чтобы наше общение зажигало наших других, и действительно, если даже вот эти вот вещи назвать, они не противятся даже такой работы, которые их заставляют. Они ради Христа готовы идти на смерть. Я это говорю, но надо проверить меня себя, готов ли я. А самое главное, чтобы это все совершить, они в молитве получают радость. И вот когда мы будем получать эту радость, братья дорогие, мы сможем это истинное состояние без лукавства, без фарисейства, внаружи иметь. И нам не надо быть тогда действительно артистами, нам просто надо быть истинными христианами, которые должны быть на этой земле действительно свидетелями Христовыми. У меня еще есть некоторые пункты, но я думаю, я вот так округлюсь, может быть, будут вопросы, может быть, как-то кто-то добавит, братья, я уже время более перебрал, чем мне Михаил давал. Братья дорогие, пожалуйста, или вопросы, или добавьте, или дискуссия. Михаил, пожалуйста. Спасибо большое, брат Лео, но мы как верующие люди должны тебя простить, правильно? Хорошо, я заметил, что время перебрал. Но ничего, тема очень интересная, и действительно, вот, можно сказать, в унисон той картинке, которая есть у Тани Сигали. «Благо ей славить Господа и петь имени Твоему Всевышнего». Такая заставочка у меня. Действительно, вот я слушаю вас, смотрю на эту картинку, вспоминая этого брата, который пришел радостно. Вот, но действительно, вера, она приносит радость. Ничто так не приносит радость, как Господь, так вера, как Дух Святой, который производит плоды в нашем сердце. А вот, друзья, тема очень интересная, вот, и если у кого-то будут какие-то вопросы или дополнения, поднимите, пожалуйста, руку. Вот. Можно будет задать тогда вопросы, или же кто-то что-то хочет сказать. Спасибо. Брат Леонардо, вот такой вопрос у меня. Но может же быть ситуация, когда человек неверующий ведет себя лучше, чем верующий? Допускаю, да. Такая ситуация может быть. Вот. Из вашего рассказа вот директор жаловался на этого мальчика, но в одном случае мать опечалилась, а в другом ей не пришлось краснить. Вот. То есть, ну, в принципе, ситуация такая, что бывают люди неверующие, которые выросли в интеллигентной семье, получили хорошее воспитание, образование. Они нравственные люди, порядочные. Но в Бога они не верят. Они могут быть артеистами, могут принадлежать какой-то религии. Вот. Но спасение и вечную жизнь они не наследуют. А вот. Мы знаем, есть такой пример из Писания, когда молились мытарь и фарисей. то есть фарисей фактически он человек благочестивый, да, и молитва у него была благочестивая. Он благодарит Господа за то, что он не такой, как люди, которые, которых называют обстоями, назвали обстоями, мытари, которые собирали в Институте. А вот. Один брат раскрывал эту тему в собрании и в конце он говорит, Господи, благодарю тебя, что я не такой, как этот фарис. Что вы можете сказать, брат Леон? Я хочу сказать то, что мы несовершенные люди, но в то же время мы должны из ситуации не выходить так, как эти неверующие люди. Они очень бывают справедливыми, очень конкретно щепетильными по всем вопросам, но дело в том, когда они свое лицо вдруг где-то могут потерять, это их до того, как говорится, достает, что они согласны идти на многое, как Саул, но чтобы не было опорочно их лицо. А вот верующий человек, он отличается тем, как там у Давида. Ну, просто я таким примером скажу. У нас в городе, я был еще мальчиком, и у нас раньше надо было вот эти газовые баллоны брать там для газовой печки, поедешь и меняешь там неделю. Ну, в общем, я еду туда так же, и там у нас один брат приехал. Ну, пришла машина, поменяли баллоны, а ему не досталось. Он столько высказался недовольствия, кричал аж там, и говорит, вот почему несправедливо тут передо мной кто-то два взял и так далее. Ну, кричит, ругается. Вы знаете, неверующая женщина подходит ему и отдает свой баллон и говорит, знаете, я завтра еще приду, завтра придет машина, видимо, вам нужнее, возьмите мой баллон. И его это так задело, его так задело, остановило, что неверующий человек оказался разумнее и предложил, возьмите мой баллон, только не ругайтесь здесь. Но его это так задело, что он потом должен был не успокоиться. Бог не дал ему покоя, он на другой день приехал здесь ждать эту женщину, чтобы у нее попросить прощения. Он дома взвесил, дух работал, и он пришел и попросил. Она говорит, а за что у прощения просить? Она говорит, я бы как человек не попросил, но Бог меня заставил сегодня сюда прийти, чтобы у вас попросить прощения. Я вчера, как верующий человек, повел себя. Он признался, что он... И вот это вот состояние, он должен был теперь не перед людьми оправдать, а Бог дал ему возможность. Иди и сделай. Она была озабочена, эта женщина, она говорит, действительно есть Бог. Не знаю, что с ней стало, но она сказала вот эти слова после действия, говорит, действительно есть Бог. Я что этим хочу сказать? Вот эти вот люди, которые очень имеют, так бы сказал, образ жизни, где не придерешься, где комар нос не заточит, но в то же время Бог показывает, что им нужно спасение. Они построили свою жизнь на чувствах и на материальном. У них духовного нету, то есть духовное у них, это чувства их нет. Ты согласен, что у них душевные люди, но не духовные? Духа нет. Нету духа у них. А дух, он обличает, нас судит дух, а их просто, их не совесть, они живут по совести, как воспитанные. И есть люди, которые очень-очень чисто, совестно рассуждают. Семью ведут очень аккуратно, семьянины, я знаю таких, но когда коснется духовности, а мне эту. Можно вникнуть далее, или ты имел в виду вопрос, как осветить? Нет, нет, спасибо, спасибо. У меня еще есть один вопрос. Вот, Рео, ты, здоровый брат, приводил в пример Каина, что лицо его паникло, да? Да. И тем не менее, все равно он совершил грех. Но если мы возьмем другой библейский персонаж, Лот, я думаю, что судя по тому, как Лот поступал, он поступал не лучше, чем Каин. А вот, он шел за Авраамом, не за Авраамом, а Бог его благословил. И когда поступки начали драться, он говорит, ну, дядя, не ты за мной пошел, а я за тобой. Не со мной Бог разговаривает, а с тобой. Не я старший, а ты старший. Выбирай. Нет, он выбрал сразу окрестность, то есть он выбрал кусок получше. А вот, потом мы видим, он уже в Содоме, жена у него садомлянка. Вот, и когда Бог его вывел, он говорит, спасайся на эту гору. Он говорит, нет, хочу в город. А дочки его завели в пещеру, напоили и переспали с ним. Как бы в нашей церкви таким людям отнеслись? Но тем не менее, Господь его называет праведным. Я согласен. Ты уже задал вопрос или нет? Ну, вот вопрос, как мы должны реагировать на человека, который называет себя верующим, но его поступки они не соответствуют. ответствуют. Знаешь, мне по служению приходилось такие ситуации разбирать, где я не знал, как поступить. Мне было очень-очень тяжело и не доставало, как говорится, мудрости, не с человеческой точки зрения. И как бы просил, Господи, дай мне мудрости. Знаешь, в такой ситуации я скажу так, когда пришел к Давиду на фан и сказал ему ситуацию, то у него был выбор впасть в руки людей или Бога. Что он делает? Ты как, еврей, скажи мне только коротко один ответ. Что он делает? В руки людей себя отдает или в руки Бога? В руки Бога. В руки Бога. Почему? Потому что люди не смогут оценить эту ситуацию так же с лотом. ни я, ни ты, я извини, что так говорю, не смогли бы правильно рассудить. Я бы сказал, что натворил, отвечай и так далее. Но прекрасно поступил Давид. Он сказал, как Бог рассудит, так будет правильно. И как рассудил Бог с лотом, это было правильно. Он ему поставил в такую ситуацию, когда вывел, что тут уже тебе, дорогой мой, выбора не будет. У меня есть один выбор и вот туда иди. Только там спасение. Он ему не дал не выйти в этот город, где он ему говорит, давай туда, там может быть лучше будет. Он ему говорит, нет, на гору. Самый трудный вариант остался и самый трудный ты исполнишь. Ты в гору ходил, ты же в Афганистане был, знаешь, что такое в гору идти. и он ему дает и он ему дает самый-самый сложный вариант. Иди туда в гору, там три шага пройдешь уже и потеешь и пыхтишь. Иди вот там твое спасение. Я просто своими словами говорю, ему пришлось плотски почувствовать трудность идти. Как бы хотелось в сторону свернуть, нет, там не будет. Но как он поступил с дочками, тут я не могу рассудить, насколько он был пьяный, как дочки поступили. Это мы люди можем сейчас догадки делать, но в то же время Бог, видя его состояние, что он написано мучился в праведности своей. Вот тут мы обращаемся как раз к теме, к которому мы говорили. Многие верующие мучаются, чтобы показать свое истинное лицо. Дома, в школе, на работе часто являются действительно артистами, мучаясь, чтобы себя продать за хорошего, а нет бы просто как Авраам. Все, как есть, Господи. Но у нас часто бывают внутренние муки, чтобы внаружу иначе выглядеть. И вот это как раз и является моментом. Ну, хорошо, тогда у меня такой ряд вопросов. Первый вопрос. Чем отличается обличение от осуждения? И почему мы должны обличать, но не можем осуждать? А ты уже почти что самое ответил? Насколько я понимаю, обличение, само слово себе говорит, когда ты поговоришь с братом и ты постараешься твоим разговором обличить проблему, то есть легче сделать, давай помолимся, давай это, а когда осудишь, когда ты ему по голове надаешь, а потом скажешь, а теперь смотри, поступай как хочешь, а выход сам типа того, что ищи. Мы судить можем, рассуждая, что Слово Божие это говорить, но выносить суды, это остается на стороне Бога, а вот обличение мы должны делать в церкви, то есть поступил неправильно, значит, слушай, вот так вот не подавает сестре или брату, так нехорошо, Слово Божие учит нас иначе поступать, то есть нехорошо, вот какая мотивация у человека, который осуждает? Который осуждает? У него может быть много оснований быть, он может быть соперником ему, он может быть еще какие-то многие вещи, которые также даже вот служителя часто, часто осуждают, он показывает свое превосходство, человек, который отвечает, какая у него мотивация? Который отвечает, у него мотивация помочь человеку На каком бы он уровне не находился, у его призвания, он видит, что надо здесь помочь. Он видит... Протянуть руку помощь. Да. Просто я процитирую стих, который мне приходит из послания к Галатам 6 главе. Написано, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете в духе кротости и благоговения, наблюдая за собой, дабы самому не согрешить. То есть мотивация другая. То есть должен быть дух кроткий, благоговейный, и обличение заключается в том, чтобы человеку помочь. Не утопить его, не добить его, а помочь ему выкарабкаться из греха, из проблем. Но есть все-таки одно место в Библии, где говорится, что мы должны осуждать. Пятая глава Коринфянам. Помните эту ситуацию, когда кто-то прелюбодействовал с женой отца своего, вы вас гордились. Говорит, не внешних ли вы судите, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. И так изгоните из среды вашей развращенной. То есть в соответствии с этими вещами, как мы верующие должны поступать. У человека поступает побольше. Вот его пытаются... Ну, какие наши действия должны? Я считаю, что это важная тема. Я скажу так, что своими словами немножко вот эту мысль, что в церкви не должно быть тех, которые, допустим, грешат и называют себя братом. То есть живет при любом деянии человек. Ему говорят, слушай, это не по Библии так нельзя. Он говорит, слушай, а кто ты такой, что ты не можешь говорить? Я брат, все у меня в порядке. Такие есть до того опустившиеся люди, которые, как говорится, уже лицо теряют. Тут действительно они считают себя справедливыми. И ты им ничто не можешь сказать. Поэтому его предупредив, говоришь ему, что это нехорошо, давай помолимся. Даешь ему руку, обличая его. Он говорит, слушай, мне не надо это. Я не живу, как ты меня тут рисуешь. Ты берешь брата, идешь вдвоем, троем и говоришь, слушай, дорогой, мы вот рассудили ситуацию. Так не пойдет. Я имею в виду библейский принцип. Он говорит, слушайте, кто вы такие, что вы мне будете говорить? Тогда в церкви должны мы назвать грех брата и сказать, что мы теперь должны сделать. И тогда церковь должна на основании Слова Божия ему дать возможность или же оставить покаяться, или же церковь его должна, вот это осуждение мы назовем, поставить, или же на замечание, как мы называем, или отлучение от церкви. И в таком состоянии ты не можешь быть членом церкви или телом Христа, так как ты умышленно, не то, что там ошибку совершил, а умышленно живешь во грехе и не признаешь себя виновным. Тогда вот этот порядок действий, я думаю, он очень ясен. Спасибо. Можно, братья. Хороший пример. Спасибо, брат Леонардо, за это слово назидательное. Хороший пример мне понравился с женой пастора. Это вообще супер. Это вот как раз оголяет многих из нас, кто мы на самом деле являемся. Иисус, обличая фарисеев, говорил, вы показываетесь перед людьми праведными, а внутри совсем и другие. А сегодня вот это слово нас касается, именно нас. Разница между осуждением, обличением, вот то, что Нафан пришел, и он настолько это Дух Святой через его уста красиво преподнес, что Давид сказал, достоин смерти. Он винит себе приговор в третьем лице. А вот осуждение, когда вот ковчег вносили в город Давидов, Милхола, дочь Саула, жена Давида, из окна видел то, что, ну, настолько человек радовался, что рубашку верхнюю снял и плясал перед народом своим. Вот она здесь осудила, уничижила в сердце своем, и написано, что после не имела детей. Поэтому вот этот пример с женой пастора, я думаю, что это Дух Святой через уста ее говорил, и я думаю, что пастор этот вывод и сделал. Вот это касается каждого из нас, братья, чтобы нам действительно, римлянам 2, вторая глава, последние 2 стиха. Не тот иудей, кто по наружности, или там обрезание такое, да, а вот тот, у кого внутри, в сердце. Вот это очень важно, и вот это супер, надо запомнить этот пример с женой пастора. Это очень полезный пример. Спасибо, брат Леонид. Я это хотел дополнить просто, вот этот пример, очень сильный пример. Поменять квартиру на церковь. Ну, если нет вопросов, я тогда еще один вопрос задам. Хорошо. А вот я не могу, как апологет, мне задать этот вопрос. А вот если человек очень благочестивый, но он свидетель Иголы, имеет он христианское лицо, или нет? Христианское лицо. Я скажу так, что, как я рассуждаю в этой ситуации, что нам не дано вычислить возрождение человека, но по плодам мы можем определять, да, и по словам мы можем тоже видеть, как человек рассуждает, но конечный момент заключения нам не дано сделать, да. Допустим, человек вот поступает так, они заблудившиеся, я говорю прямо так, заблудившиеся люди, которые создали форму и пошли в таком направлении, которое идет не ко Христу, а от Христа. Делая, уменьшая жертву Христа и самого Христа тем, что он Сын Божий, они уходят в сторону. Я не могу это назвать правильным, и поэтому я должен сказать, что вы не в истине находитесь или истину не принимаете. Становитесь религиозными людьми, которые могут иметь набожный вид, даже много действий могут совершать, которые вроде религиозные и так далее, и отмечать, сколько я посетил домов. Я часто имел общение здесь, в Германии с этими людьми, и на списке вот столько сделал, столько то. Все это можно иметь, но надо в первую очередь иметь Христа, с которым ты имеешь общение. А если этого нету, то все эти остальные вещи, это все игрушки. То есть, другими словами, можно выделить две вещи. Первое – это учение, и второе – это плоды. То есть, первое характеризует верующего человека, христианина, учение, которое он исповедует. Второе – плоды, которые он приносит. Правильно я понимаю, Лена? Да? Мое рассуждение. Конклюжен, то есть, заключение, я думаю, что важно очень понять для всех слушающих, для чего мы создали нашу миссию по Апологике. То есть, мы не можем видеть плоды до конца в сердце человека, так как их видит Господь. Но мы можем видеть то учение, которое человек исповедует. И, естественно, когда люди выходят за рамки тех доктрин, которые Бог говорит, например, в послании Галатам в первой главе, были люди иудействующие, которые пришли к Галатам, Галаты приняли в простоте Христа. А вот, и думали, что они спасены. А говорят, нет, вы что? Надо обрезываться, исполняем закон Моисея. А вот, и тогда апостол Павел говорит, глупые Галаты, что ж вы от Евангелия благодати переходите к другому, Евангелия. Он говорит, что если мы, или даже ангел с неба будет проповедовать другое Евангелие, он говорит, что? Анафема и Анафема. Что? Ну, это Анафема. Ну, да. То есть, Анафема, или на еврейском Херем, то есть, такой человек, он будет удален из общества Господь. А вот, поэтому очень важно, чтобы мы с вами понимали, что есть вещи, которые касаются как божественности Библии, как природы Божьей, то есть, его приединство, природа Иисуса Христа, его божественная человеческая природа, спасение по благодати. То есть, эти вещи, они действительно имеют очень важное значение, и поэтому мы выделили их особенно в нашей декларации, а также отношение к еврейскому народу, который занимает одно из очень важных мест в плане Божьей. поэтому как бы я как лидер МБАО призываю вас поддержать нашу миссию. Кто еще не подписался на наш веб-сайт, пожалуйста, подпишитесь, напишите МБАО, подпишите нашу декларацию, этот документ, потому что он является важным, он показывает, где мы, верующие, должны строить стены, потому что очень часто бывает, что мы строим стены не там, где надо, партисты, пятидесятники, другие динаминации, которые мы ограничиваем это общение, мы не ищем взаимоскрепляющие связи, мы не созидаем тело Христово так, как нужно его созидать. И мы убираем эти стены, когда есть ереси, например, среди миссианских общин, из общины, которые не принимают Иисуса в Господу. Я считаю, что человек спасается не только благодатью, но и исполнением закона Моисеи. Поэтому есть разные вещи, где мы должны строить стены там, где их надо строить и убрать стены там, где их надо убрать. В том числе и сегодня, когда мы видим ситуацию и видим напряженные отношения между украинцами и русскими, мы должны ревновать о единстве в теле Христового. Между русскими и украинцами, потому что Богу не разделяется на национальность. И мы в теле Христовом не разделяемся на национальность. Поэтому цель нашей элисии это единство в духе, потому что наша Родина не на земле, она на небеса. И у нас другая война духовная. Конечно, я приветствую тех русских братьев, которые просят прощения у украинцев, даже если они не виноваты. И те украинские братья, которые должны прощать русских братьев, чтобы не было в теле антагонизма друг по отношению к другу. Но мы должны убирать эти стены там, где они мешают единству церкви общению. Если у вас есть что-то дополнить, пожалуйста. Да, я думаю, братья, не знаю, может что-то другое что-то скажет на эту тему. Как раз эта тема горячая, ее часто и не трогают братья, а в то же время за кулисами кипит. Кипит эта тема, что общение между русским и украинским братством в напряжении и так далее. Да, есть вещи, которые надо называть своими именами, но не политизировать. То есть я понимаю так, что бывают случаи, когда мы обобщаем народ или приписываем народу, я знаю, о чем я говорю, когда надо было доказать мне, будучи немецкой национальности, что я не фашист. И всего лишь придя в школу, а, немец фашист, я говорю, нет. Ну что ж, кому ты докажешь много? Ты должен жить теперь своей жизнью, чтобы они увидели, что ты не являешься таковым. Или же наоборот бывает, что от тебя ожидают одно, а ты другой человек. Поэтому мы должны действительно быть... Кстати, мне сейчас на память пришла ситуация, когда перед армией такой призывной возраст, и вызвали военкомат проходить медкомиссию. Ну а у верующих, у нас в нашем городе много было верующих. Ты еще не можешь быть не верующих, а как твои родители на списке верующие, то уже на этом деле так вот было написано Баптистом. Ну и стоим вот в очереди ребятам, значит, и тут там толкаются, ругаются между собой некоторые, то есть и посильнее тот хочет уже показать. Там одни с одного района, другие с другого. Раз, двое там сцепились и подрались. Ну это подходит, значит, там капитан говорит, так, ну-ка, кто такие тут уже успели рвутся в бой, так, их берет, смотрит дело, смотрит, Баптист, вот это пошли Баптисты на его, так вот, на этого, они тут говорят, драку мне устроили, а тут говорят, да ты что, тут что-то не то говорит, наверное, у него, он говорит, да не, не, написано, вот написано, Баптист, он говорит, да нет, родители, родители Баптисты, он-то, наверное, нет, он к нему говорит, сейчас проверю, обращается к нему, слушай, в Бога веришь, молчит, ну-ка, заматерись, он говорит, да нет, ну-ка мне на ушко, шибни хоть один мат, вот так вот, военочек ему, он что-то сказал, все ясно, значит, он его просто устроил, ему проверку, у него родители верующие, у него уже ярлычок висит, что он Баптист, а он никакой неверующий, этот вычислил, значит, его быстро, не, не, ничего, можешь этому, говорит, капитану, говорит, можешь стирать, этого человека можно употребить, я что, вот, мне захотел, этим сказать, действительно, что истинная вот эта вот, она должна быть истинной, чтобы она была определяемая, эта истина, чтобы и неверующий человек мог сказать, что действительно, это учение там, там оно действительно неподдельное, там есть что, за что схватиться, за что держаться, а если это религиозные формы, которые нас как-то вроде освещают, как будто какой-то такой святой сан дают, но нету там того состояния, тогда все это напрасно, поэтому хорошо, что эта работа делается, чтобы истинное слово оставалось истинным словом, чтобы лицо возрожденного человека было лицом, которое может смотреть брату в любой ситуации, даже на войне, я вспоминаю своего старого пресвитера, я был мальчиком, он у нас прошел войну был, и сказал, я в госпитале, много потрудился для того, чтобы сделать что-то хорошее, раненым и так далее, и для меня это был пример, Бог употребит тебя там, где ты нужен будешь, только будь тем, кто ты есть, тогда Бог сможет тебя и употребить в той стране, где ты окажешься, в той ситуации, в том народе и в тех отношениях, которые тебя застанут, Бог тебя не оставит, если ты даже это не сможешь правильно оценить. Спасибо, Лео. То есть можно подвести итоги, сказать, что не все немцы фашисты и не все русские расисты, и не все украинские нацики. Вот. И мы, как верующие, не должны вешать этих терлоков. И мне очень больно, потому что я часто захожу в YouTube, и я вижу, что вот эти личные оскорбления, они исходят от верующих, они цепляют других верующих. Верующие начинают друг с другом бороться, но это не та война, на которую нас Господь призвал. Не должна одна нация превозноситься над другой. Не должен один верующий превозноситься над другим. То есть мы должны искать вот эти взаимоскрепляющие связи, говорить истину в любви. Вот. Это я считаю то, что важно для того, чтобы христианин имел свое лицо, потому что чистое имя дороже, чем дорогая масть. Вот. Но если у вас нет вопросов, то я думаю, что мы будем заканчивать. Вот. Объявление. Ну, как обычно, мы продолжаем наши зум-конференции, мы продолжаем наш труд, хотя в последнее время очень сложно. Почему? Потому что наш брат Игаль, он преподавал в нескольких вузах, и в связи с ситуацией он был сокращен. Вот. У него очень сложная семейная обстановка. Девочка болеет, плюс еще материальные трудности. Так что желание моего сердца, и я хочу также и вас попросить, чтобы мы молились. Вот. Другой брат, который руководит нашим веб-сайтом, Олег, он, слава Богу, решил жениться. У него появился человек, которому он хочет посвятить свое сердце. Вот. Но он арестован на мексиканской границе, его возлюбленные в Америке, его не пускают. Вот. И мы не можем закачивать сразу на YouTube, как мы это делали. Поэтому видео потом мы будем закачивать на Bible.esl.center, и вы можете посмотреть трансляцию в Bible.esl.center. Вот. Ну и нужны нам люди, нужен нам субпорт, нашу миссию, чтобы мы могли реализовывать проекты. Хочу сказать, что время, в которое мы живем, оно очень неспокойное, и мы видим, что к чему это приведет, это приведет к всплеску антисемитизма. Почему? Потому что Слово Божье об этом говорит, что появятся охотники, которые должны будут погнать евреев. Вот. И мы как наша миссия поднимаем знамя, чтобы построить отношения между церквями верующими, евангельскими церквями и мессианскими церквями, чтобы изгладить вот этот антисемитизм и вообще любой национализм или геноцид из христианских церквей, потому что идет всплеск. Эмоции у людей зашкаливают, и мы видим, что лицо теряется, лицо христианина теряется. Это очень печально. Мы должны бороться за душу, за лицо, чтобы человек мог сказать, да, я неправ, да, я превозношусь, да, я кого-то ненавижу, да, я не могу прости. А вот этого не должно быть, потому что наша Родина на небесах и принципы, которые Бог нам дал в Писании, они обозначены. Они не являются жертвой ситуации, то есть мы не проповедуем ситуационное евангельство. То есть эти принципы, они должны быть принципами, человек верующий, он должен быть верен этим принципам. Никакие обстоятельства не могут повлиять на человека, чтобы он поменял Божьи принципы в связи с теми обстоятельствами, с которыми он столкнулся. Потому что что ему приходит в жизнь каждого верующего, но на чем мы строим наше основание на Слове Божьем или на своих чувствах и эмоциях. это это то, что важно, это то, чем мы хотели поделиться, это тема важная, которую затронул Леонард. И мы верим, что для каждого верующего это важно, чтобы задать самому себе вопрос. Действительно ли в моем сердце любовь? Действительно ли я люблю браки, независимо от того, какой они национальности, из какого они народа, и даже они могут заблуждаться в каких-нибудь политических взглядах. Действительно ли я готов являть любовь, милость, сострадание, наседать брата в терпении, обличать в любви, и быть верным тем принципам, которые Господь открывает в сторону. Ну, друзья, давайте тогда... Владимир, у них рука горит, они хотели видимо задать что-то еще. Ага, пожалуйста, если есть вопрос, Владимир. Добрый день всем. Большое спасибо, во-первых, за учение, Леонард. В Лавлоде сильно разболелась голова, у нас начинается гроза в Торонто. Значит, просто хочу сказать очень действительно мне было к сердцу все, что вы говорили, и просто хочу сейчас привести быстро-быстро пример. У нас очень много здесь друзей, поскольку мы занимаемся евангелизацией и из Украины, и из России, и из Израиля отобсюду. Народ действительно терял свое лицо, вот, и я пошла как, знаете, пошла попросить Господа, не хочу терять лицо, Господь сделает что-нибудь, но Господь делает, он никогда не пропускает такие молитвы, в общем, 10 дней назад мы приняли беженца из Украины, он живет с нами в нашей квартире, мальчику 18 лет, он студент в Мариуполе был, так что его зовут Артур, вот как мы его встречали в аэропорту, это ванночка от мяса, в общем, подписали, встретили, вот, конечно, там очень, как говорится, в шоке товарищ, мы нашли ему работу с Божьей помощью, вчера ему подарили велосипед, сегодня моя подруга привезет шлем для велосипеда, но поскольку мы очень много с людьми общаемся, и уже у него есть и консультанты миграционный, и очень много таких людей, которые готовы просто провести с ним время, и есть один из нашего собрания, профессор математик, говорит, я с ним встречу, чтобы попал в университет, потом, чтобы все было, Артур, один из семерых детей, у них трое своих, четверо приемных, остальные все там, молитесь за его семью. Хорошо. Спасибо, сестра Анечка, дай Бог, чтобы Господь благословлял, благословил, и Артура, и его устройство, и вам дал мудрость, как правильно общаться с этим браком, благословил его родных и близких, сохранил, и дал возможность свидетельствовать Господь через то лицо, которое Господь дал нам, через то имя, в которое он призвал. Потому что выше имени, чем называться христианином, выше имени нет. Я думаю, что именно по этой причине апостол Павел, когда он был в римской тюрьме, он пишет собрание в Ефес, он говорит, умоляю вас, брать, поступайте достойно звания, которое вы призвали. Это очень важно. Очень важно. Давайте, братья, помолимся и попросим, чтобы нам не терять христианское лицо, чтобы мы могли свидетельствовать этому миру о Божьей любви. Миша, на одну секунду, Артур сейчас сам ручкой помашет. Да, да, да. Давай. Раз ты здесь, дорогой брат, может, ты помолишься, когда закончишь нашу консеренцию, очень приятно с тобой. Хочешь на украинском, чтобы нам всем иметь одно христианское лицо, независимо. Вопрос, можно? Ты из какой церкви, Артур? Александра Нигариняк, или из какой? Какой церкви из Мариуполя? Нет. Если вы знаете, Анатолий, сейчас вспомню фамилию. Молнование? Пасторец. Ну вот, забыл фамилию. Забыл фамилию. Ну, не страшно. Перенервничал. Перенервничал. Я же, что наш пастор, наш пастор Христос. Это нельзя забывать. А фамилию пасторя это не грех смерти. Да. А вот, давай, брат, помолись, попроси у Бога милости, благословения. Мы будем тоже молиться за тебя, за твою семью, за твоих родных и близких, которые остались. Пусть Господь помилует. Давай, брат. Всемогущий Господь, мы тебя благодарим за то, что ты нас здесь собрал, за то, что ты богословляешь нас своей всемогущей рукой. Мы тебя благодарим за то, что ты держишь нас, держишь наши сердца в мире и в покое. Мы благодарим за то, что ты хранишь наши жизни, за то, что ты хранишь нашу плоть. Мы тебя благодарим за то, что ты даешь нам возможность говорить и размышлять, даешь нам возможность здесь сидеть и думать о разном, мы тебя благодарим за то, что ты нам даешь все для нашего благополучия. Я тебя благодарю за то, что ты меня привел сюда, ты меня без проблем сюда доставил, так сказать. Я тебя благодарю за эту семью, которая меня так тепло приняла, за Анну и Владимира. Я тебя благодарю за каждого человека, который сейчас здесь сидит. Благодарю тебя за каждого человека, который молился за меня и за мою семью. пусть эти человек эти люди получат 100 100 и 300 крат мы тебя благодарим за то что ты хранишь нас везде и ты хранишь нас на нашем пути я тебя прошу бог держи на нас чтобы мы никогда не отходили от тебя из вас проставляли проставляли твое всемогущее имя до конца наших дней эти благодарю тебе господь за каждого человека который беру беру тебя из-за каждого человека который еще не вернул тебя на уже на пути мы тебя благодарим за то что ты всегда нас поддерживаешь во всех наших ситуаций боже благословение дорогой брат вот если ты будешь на связи со своими родственниками передавай большой шалом из израиля из германии от всех нас вот потому что мы одна семья независимо от того где мы находимся я верю что то любовь которая нас объединяет она больше чем тот океан который нас разделяет аминь спасибо большое смешно уже брать и сестры в господом всем салом салом боже здание миша я тебе послал там нашу галли как она начала ходить что ты видел праздник драгоценное будьте благословенны хорошей вам недели хорошее свидетельство о нашем господи спаситель и иссуще христе